Ну здравствуй, мой хороший. Кормилец ты мой. Свой автобус Наталья Гракова называет «Асой». Такое необычное прозвище транспортному средству досталось из-за схожих по звучанию букв в регистрационных номерах. Наталья с заботой и должным вниманием относится к этой мощной машине. Стать водителем именно автобуса долгие годы было ее мечтой. А в какой-то момент Наталья перестала мечтать и решила перейти к действиям. Я всегда вообще любила большие машины, честно признаюсь. Дядя работал здесь. И у меня еще такие луноходы были, пазики, ой, не пазики, а лязы, луноходы. И у меня была тогда идея фикс. Вот я вырос, проработала 15 лет менеджером, потому что меня бы не поняли. Да я бы раньше, честно сказать, не смогла бы. Долго думала, переживала, работа достаточно серьезная. Своим решением Наталья удивила родных и близких. С 2018 года эта хрупкая, милая и улыбчивая женщина наряду с сильными мужчинами управляет большим транспортным средством. Работает в МАП номер 11 Балашихи на производственной базе в Щелкове. Коллеги отзываются о Наталье как о настоящем профессионале, особо подмечая ответственное отношение к делу и сочетание лучших человеческих качеств в ее характере. Человек своего дела, ответственность, профессионализм и чувство юмора. Представительница прекрасной половины человечества за рулем огромного автобуса. Это, можно сказать, редкость. Наталья признается, многие пассажиры поначалу этому удивлялись. Переживали они, беспокоились, привыкли. Мужчины всегда ездят. Но через какое-то время они привыкли уже ко мне. И даже любимые пассажиры у меня появились, они дарят конфетки, пирожки приносят. Миниатюрная Наталья настолько органично, уверенно держится за рулем большого автобуса. Просто удивительно. Может потому, что это всегда было мечтой, а возможно предназначением? Водители автобуса – представители очень важной и нужной профессии. И порой этот труд связан с риском. Бывало и автобус ломался, бывало пассажиры попадались, скандальные, так скажем. Но все как бы решаемо и все хорошо у нас разрешилось. Мы готовы к трудностям. Наталья с присущей ей скромностью рассказывает о своей работе, которая, несмотря на все трудности, является любимым делом. Такие люди, ответственные и надежные, всегда были настоящей опорой для своих родных, коллег и в целом для всей страны. Такую женщину точно не назовешь слабым полом. Она сама выбирает, создает свою судьбу, ставит цели и добивается желаемого. Она рулит. Анна Бальет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.